Сильнейшие в ГТО выполнять нормативы на летний фестиваль в Красноярск съехались команды со всего края. В первые на соревнованиях одновременно собрали и взрослых, и детей. Подробности в сюжете далее. Мы легкой атлетикой с одеждой занимаемся. И я. А ты чем? Я. Дети в одной команде со взрослыми. На летний фестиваль ГТО в Красноярске приходят целыми семьями. Например, в этой выполнять нормативы будут четверо. У нас ребятишки участвуют, мальчики. И мы с папой, с Андреем будем участвовать в своей ступени возрастной, а они в своей возрастной ступени. А Никита, смотри, это болельщики наши. Впервые в Красноярске проводят фестиваль ГТО, в котором могут одновременно участвовать представители в возрасте от 11 до 59 лет. Новинка этого фестиваля, что у нас принимают участие 5 возрастных групп, от мала до велика. И здесь как раз преемственность поколений, что и ребята школьного возраста, и старшее поколение, объединившись в одну команду, отстаивают честь своего муниципального образования. 46 городов и районов края выставили почти 400 участников. Это те, кто лучше всех выполнил нормативы на первом муниципальном этапе. 74 терпи. 75. Вы довольны результатом? Это максимально или нет? Не очень. Потому что нет пределов совершенства, и считаю, что можно нажиматься гораздо лучше. В программе соревнований на три дня 9 испытаний. Участники в возрасте от 11 до 15 лет могут пройти на следующий этап всероссийский. Он стартует в Артеке в октябре. Представители других возрастных групп борются за знаки ГТО. За три года с начала возрождения в России физкультурно-спортивного комплекса их получили 3700 жителей края. У Сергея Петрова из Шарыпова золотой знак. Потому что я еще принимал участие в фестивалях, которые проходили в Советском Союзе. Их просто не надо было терять, эти традиции. А сейчас мы возрождаем. И вы сами видите, какой всплеск идет им молодежь. В основном это для молодежи делается. Наше поколение как бы еще на здоровье не жалуется. Если и вы хотите попробовать свои силы, регистрируйтесь на сайте gto.ru. После нужно будет получить допуск у врача и обратиться в 11 центров тестирования. Полный их список на сайте Крайспорта. Регина Баймухаметова, Евгений Шестаков, 7 октября.